Добрый день, дорогие друзья! Еду в гостиницу Космос по делам на встречу с друзьями и не мог не удержаться, не поснимать вам из окна автобуса Кишинёв в столь прекрасный солнечный день, 30 мая. Мы находимся на улице Ленина, ныне Штефан Чалмаре, и вот прямо перед нами Ауреола. Но автобус плелся очень медленно и прямо располагал к съемке. Думаю, вам будет интересно посмотреть на солнечный Кишинёв прекрасным майским днем из окна автобуса. Сейчас мы приближаемся к улице Котовского. На Котовского был магазин вина Молдавии. Да, вина Молдавии. Сейчас там оранж. Вот он. Обозрение, пока мы стоим. Очень много банков и очень много кредитов. Видите, вот эти кредит. Банки, кредиты, ченджи. А денег мало у людей. То есть покупательская способность очень низкая. Вот сейчас будет Букурия. Она как была, так и осталась. Спортовары. Мы приближаемся к улице Бендерской. А вот не помню, где был золотой початок. На Бендерской. Ой, это, пардон, армянская. На армянской или на Бендерской. А у меня так на Бендерской был золотой початок. Мы туда ходили, помню, еще с родителями. Я был ребенком. Там подавали, помню, тогда называли бульон Ализама. Бульон куриный. Такое, мне показалось, горячий, жирный. Если кто-то лучше знает, можете меня поправлять в комментариях, где находился золотой початок на Армянской или на Бендерской улице. Мы едем на 22-м автобусе. Это такой китайско-корейский какой-то автобус. Он плетется и располагает нас к съемке. Вот молодежь уступила дедушке место там одному. Но вообще у нас молодежь неактивная. Сейчас вот был в телекоме. Мол, телеком. Телефонная связь, интернет и так далее. Стал замечать все больше и больше инфантильно роботизированную молодежь. Такое, как бы, ее призывают к креативности, мышлению, творчеству, там еще к чему-то. Но на самом деле они становятся какими-то неправильно законопослушными и совсем неактивными, и совсем нетворческими в социальном плане творческими для себя, можно сказать, креативными для себя, для бизнеса, там, карьера. Но что-то, что-то исчезает. Самое важное. Сегодня я это заметил. Общался еще с операторами по телефону. И тоже они мало компетентны, отвечают по инструкции. И даже называется это служба заботы о клиентах. Она мне говорит, я вам дала информацию, я говорю, где же ваша забота о клиенте? Или только мы заботимся о телекоме, то есть клиенты о клиентах не думают, только думают, как с него получить больше выгоды. Всякие вот эти вот маркетинговые уловки. Не знаю, это не нытье, это просто, может, крик души, уже надоело все это. Реклама, маркетинг. Втихивает тебе все с такими лозунгами, фальшивыми. Все фальшивое. Мы приближаемся к улице. Да, мы пока еще... А, это будет у нас болгарская. Но вы ее не увидите, потому что она будет с правой стороны. Только лишь условно. Сейчас мы приблизились к улице болгарской. Следующая будет улица Бендерская, бывшая сейчас Тенгина. Показать вам немножко. 22-й автобус, есть корейско-китайский. Так, вот, открылся вид снова. Снова открылся вид нам. Очень и много, и в то же время и не хватает мест для настоящего отдыха, где можно было бы присесть, отдохнуть, выпить спокойный кофе. По нормальной цене все очень дорого, шумно. Еще Кишинев я люблю, это моя родина, но объективно скажу, что он очень неуютен для жизни. Он не располагает к уюту абсолютно. Абсолютно нет пешеходных улиц. Очень мало осталось укромных мест. Тех мест старых, которые вы знаете. Абсолютно нет пешеходных улиц.